Сотрудник группы задержания Росгвардии Якутии Василий Троев награжден за активное участие в операции по изъятию незаконного оружия. О том, как проходят будни бойцов невидимого фронта в материале Юрия Осипова. Поздравляю от имени руководства Росгвардии за достигнутое успеха в своей службе, но также продолжайте. Награждение – лишь приятное отступление. Дальше снова привычный инструктаж. Обычное начало дежурства группы задержания. Здравствуйте. 2 декабря на 23-е ночь. Каждое дежурство по срабатыванию на маршрутах патрулирования наш сотрудник выявляет и раскрывает различные правонарушения. Ежедневно сотрудники полиции сталкиваются с опасностью. Разбои, грабежи, пьяные дебоши – это лишь неполный список. За этот год на счету вневедомственной охраны 161 раскрытое преступление. Видно, что люди ездят, закупаются, видимо, к Новому году. Надеемся, так ночью пройдет. А так в городе раз-то раз не приходится. Бывают сложные вызова, бывают семейные скандалы. Старший группы Анатолий Толкачев работает в правоохранительных органах уже 6 лет. Он устраивался еще в милицию. За это время повидал немало. Люди лучше стали, меньше пить стали. Люди стали другие. Изменилось время, поэтому они более адекватные. Сейчас люди помогают, даже нам помогают где-то на вызовах. Нет такого безразличия в обществе. Тем не менее, дежурство в этот раз вновь беспокойное. Сработала тревожная кнопка в одном из пятийных заведений столицы. Пьяный посетитель мешает работе персонала. На этот раз обошлось без долгих разбирательств. Посетитель признал свою вину и ушел. Персонал не стал писать заявления. Предновогодний период, время корпоративных вечеров. Следующий вызов – пьяный коллега испортит корпоратив. Проходит несколько минут и снова вызов. Снова корпоратив. Семейные дрязги испортили праздник. На этот раз не обошлось без заявления. И выпившему супругу пришлось проехать в отделение. У меня все есть вообще с тобой. На что хочешь? Успокойся. 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 Не, не, ничего. Ну, просят. У тебя есть документы все? У меня все есть. Ну и все. Положение незадачливого супруга усугубило найденное при нем травматическое оружие. Всего в эту ночь произошло 26 происшествий. Задержано 9 нарушителей правопорядка. В том числе раскрыто одно преступление. Сотрудники группы задержания продолжают нести свою службу. Впереди новогодние праздники. Традиционно это период повышенной готовности. Юрий Осипов, Владимир Таюрский, НВК Саха, Якутск.